Так получилось, что я стал самым молодым депутатом в городе Красноярске, в крае по России. В данный момент это только первый курс, у меня только вторая неделя учебы, я уже прославился. Обычно после школы ученики поступают в вузы, а этот молодой человек заодно решил поучаствовать и в выборах в горсовет. И ведь прошел по спискам от партии ЛДПР. В свои 18 Никита стал самым молодым депутатом во всей России. По его словам, политикой он занимается уже давно, три года. Пора бы выходить на новый уровень. Предвыборная кампания для него совпала со сдачей ЕГЭ. Когда уже остается, вот прям когда было само ЕГЭ, то есть я уделял полностью образованию. И как раз после ЕГЭ я уже полностью влился в кампанию. Так же, так как ЕГЭ сдаются в начале лета, так и кампания началась в начале лета. То есть сразу после ЕГЭ просто вливаешься в другую деятельность. Невозможно быть хорошим депутатом и хорошим студентом одновременно. То есть для меня очень будет тяжело совмещать учебную деятельность с общественно-политической. От своего мандата Никита отказался. Конечно, из-за учебы, а не из-за того, что попросили. На этой неделе Горосбирком получил 14 отказов от мандатов. 4 от Единой России и 10 от ЛДПР. И сейчас в партиях процесс чуть ли не интереснее выборов. Там пытаются протолкнуть нужных людей. Кто это будет, пока держат в секрете. Однако кое-что уже понятно. Вот немного цифр и фактов о новом созыве. В городском совете будет 35 депутатов вместо 36. Все из-за того, что в одном из округов победил кандидат против всех. Через год за это место пройдут перевыборы. Из прошлого созыва в новом Горсовете остались лишь 5 человек. У партии власти вновь нет большинства. А значит, по некоторым вопросам придется договариваться. В этом созыве не будет строительного лобби. Зато будет лобби врачей. Их в городском совете неожиданно оказалось 5 человек. И еще одна нетипичная для Горсовета вещь. Теперь в числе депутатов есть представители от каждой финансово-промышленной группы. Один от «Русала», один от «Норникеля» и двое от СГК. Финансово-промышленные группы завели своих депутатов двумя колоннами. Понятно, что депутаты от этих партий, я не буду их называть, будут эти инвестиции оправдывать. То есть мы ждем буквально на ближайших заседаниях Совета попыток поднять тарифы на услуги ЖКХ, на тепло, горячую воду. Мы будем с этим бороться. Коммунисты уже готовятся к заседанию в Горсовете. Кстати, в этот раз представителей КПРФ в четыре раза больше, чем в прошлом созыве. Один из новых депутатов, Александр Амосов, обещает поименно называть тех, кто, по его мнению, будет голосовать не в пользу красноярцев. И это уже потенциальная проблема для созыва. А вот серый кардинал красноярского ЛДПР, по крайней мере, на словах настроен более миролюбиво, в планах пока раскрасить Гурсовет в сине-желтые оттенки. Я уже нашим тоже сказал, что, учитывая ваше количество, вы должны тоже серьезно к этому вопросу подойти и брендировать вот тот сектор, который вам предоставят. Мы скандалить не планируем. У нас люди все здравомыслящие, у нас артистов нет, потому что это не театр. Пока новые депутаты к заседаниям только готовятся, депутаты, оставшиеся за бортом этой политической лодки, дорабатывают свой срок. Например, Виталий Дроздов, которому, кстати, даже прочили место председателя в новом созыве, сейчас вспоминает, как особенно в начале непросто было прийти к согласию. Очень часто это, к сожалению, превращалось в торг у наших оппонентов, которые говорили, хорошо, «Единая Россия, мы вас поддержим, но мы сначала подумаем, что мы хотим взамен». Не исключено, что торговаться единороссам придется и сейчас. Уже идет битва за кресло председателя и заместителя. Татьяна Казанова, которая и занимала должность спикера, за этим наблюдает с улыбкой. Первые сложности будут, я думаю, это договоренности о том, как разделить все портфели, как бы это странно ни звучало, кто будет председателями комиссии, кто заместителем, будут ли освобожденного избирать председателя комиссии. Я думаю, что договоренности какие-то, совещания будут предварительно проведены. И если разум возобладает у всех партий, представителей партий, которые победили, то мы увидим быстро сформированный городской совет. Уже в ближайшую среду депутаты получат свои мандаты и в течение месяца соберутся на первую сессию, где мы и сможем оценить их во всей красе. Пока же политологи говорят, что этот созыв будет менее скандальным, но не менее проблемным.